Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами будем запускать игры на Xbox Series X. Проверим, насколько быстро работает новая функция по быстрому запуску игр, ну а также в этом видео вы увидите графон на Xbox Series X, конечно, в Full HD, но все же графон, ну а также немножко поделитесь своими впечатлениями о новом геймпаде. И как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также не забывая нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Помимо этого, обязательно пиши свои вопросы в комментариях, поскольку в следующих видео я постараюсь ответить на вопросы, которые затрагивают Xbox Series X. Данную консоль я специально ставлю пока около себя, дабы понять, насколько она греется, насколько шумит, но по первым тестам скажу так, что она не шумит вообще, и лишь немножко греется, когда запускаешь ту или иную игру. Так скажем, в плане техники, она очень хороша, и то, что говорили ранее, это все правда. Я же все эти игры уже качаю, наверное, второй день, я надеюсь, хоть завтра они у меня все скачаются, я проверю, но пока протестируем то, что есть. Но сначала мы протестируем игру от Xbox 360, а именно, как работает дисковод. Давайте попробуем запустить Prince Persia, я, кстати, ее недавно прошел, функция обратной совместимости, это просто топ. Кто согласен, пацаны, с вас лоис. У многих, глядя на этот дисковод, наверное, возникнет вопрос, а как правильно вставлять диск? Если моя теория верна, то диск нужно вставлять вот так вот. Почему? Потому что, когда Xbox положишь в горизонтальную форму, да, как бы, ну, получается, если другим боком, то, получается, ты диск вставляешь наоборот. Короче, давайте протестируем и посмотрим, как он себя это засунет. Так. Кстати, дисковод, по сути, шумит так же, как, наверное, дисковод Xbox One. Смотрим, появилось ли у нас что-то. Так, появился диск. И давайте, в принципе, установим эту игру и будем пока проходить другую. Как вы видите, дисковод Xbox Series X без проблем принял диск от Xbox 360. Самое главное, впихнуть туда лицензию, никакую не пиратку, потому что пиратка вас не зачитает. Так, и пока скачивается Prince Persia, давайте затестим какие-нибудь игры. Первым делом я хотел бы попробовать гирю. Xbox One, это одна из моих любимейших игр, плюс данная игра оптимизирована под Xbox Series X и под Xbox Series S. Если что, грузится именно, когда вылезает картинка, она чуть быстрее, чем на Xbox One. Даже не быстрее, а так, вполне быстрее идет загрузка игры. Кстати, в этом видео мы попробуем быстро переключать игры, как это делали в демо-роликах. Ну и по первому впечатлению, даже от меню, я могу сказать, что игра идет в 60 FPS. Вообще, у этой игры есть поддержка 120 FPS, но для этого нужен специальный телек. Если что, данный режим работает в противостоянии, ну, в мультиплеере. Если же комментировать модельку персонажа, то скажу, что она стала выглядеть четче. И, пожалуй, это единственное изменение, которое я вообще заметил. Кстати, напишите в комментариях, какую вы первую игру запустили на своем Xbox Series X. Я лично гирю пятую. Ну, знаете, графон, по сути, мало чем вообще отличается. Эффекта вам не вызывает, как бы. Ну, просто четче и все. Кстати, играю я на новом геймпаде. Слегка непривычно, потому что форма около рукояти, и тут немножко все-таки другая. Кстати, забавный факт. Дело в том, что в Xbox Series есть специальная функция, так скажем, новой технологии, которая делает задержку геймпада, вернее, его отлик, намного меньше, чем на геймпадах Xbox One, играя на Xbox One консоли. Но, знаете, исходя вот из этой катки, я не скажу, что как-то стало лучше, чтобы невероятно, потому что Фил Спенсер говорил, что это что-то с чем-то, это Next Gen, в офигете от отклика. Скажу, что нет, я не офигел, потому что, ну, для меня все так же, вот, реально. Я просто в гирю играю давно, и поэтому, как бы, мне есть смысл верить. Как бы, если бы я играл не так долго, то да. Что касаемо теплоты, то со временем Xbox нагрелся, но не скажу, что прям очень как-то горячо. Но при этом, самое главное, он работает вообще бесшумно. То есть, по сути, вы сейчас, ну, все слышите шумы, и вообще, то есть, его не слышно. Там, походу, очень большой кулер, и это очень классно. То есть, для меня пусть он даже греется горячее, но самое главное, чтобы он бесшумно работал. Ну, и, естественно, не перегрелся. То касаемо температуры, ну, как по мне, она не особо-то поменялась. Давайте сейчас запустим кампанию и попробуем переключаться между играми. Кстати, вот первая миссия загрузилась очень быстро. Давайте это все пропустим, дабы мы уже играем. Сейчас спустимся вниз. Кстати, насчет графона, я бы не сказал, что прям какая-то мега разница. Да, четче, но, как бы, я и на фатке, наверное, себя комфортно чувствовал. Как бы, да, изображение лучше, здесь спору нет, но какого-то эффекта вау не вызывает. Опять же, я в эту игру пробовал играть на ультрах на своем компе, и, возможно, поэтому и нет эффекта вау. Итак, представим, что мы играем, играем, играем в игру, резко хотим переключиться в Cuphead, и что у нас здесь? Так, все. Да, мы сразу перешли в игру. Она, кстати, у нас на фоновом режиме загрузилась. Если что, вот за мной выскакивает такая табличка Quick Resume. Сорян за мой английский, но вы ее просто не видели. Сори, здесь мое лицо. Ну, типа, мы играем в Cuphead, вот что-то мы тут делаем, и давайте запустим еще какую-нибудь игру, ну, например, Мартуху. Почему бы нет? Тоже у нас доступно Quick Resume. Оп. И тут получилось вообще так, что мы начали играть с того момента, на котором закончили давно. Хотя игра была, в принципе, вроде как закрыта. Хорошо, мы играли в Мартуху, опять захотели поиграть в гирю. Такие вот мы очень быстрые. Ну, я просто пробую функцию, и объясняю, как бы, ее сок. Я просто не очень понимаю, зачем вот это вот быстрое приключение. Вот, кстати, гиря почему-то не запускается. Не хочет она запускаться, к сожалению. Давайте просто тогда выйдем, и будем тестить тогда вот опять Мартуха. Так, Мартуха. Время идет. Да, запустилась эта функция. И все, мы загрузились в Мартуху. Переходим, например, еще раз в Cuphead. Тоже заработала эта функция. Почему-то эта функция не заработала в гире пятой. Вот, мы тоже опять поиграем в Cuphead. И давайте тогда попробуем запустить, что мы можем запустить, что у нас еще скачано, и не... Давайте попробуем запустить, ну не Майнкрафт, давайте Дёрд пятый. Я, кстати, его приобрел там буквально за тысячу с чем-то. Если хотите, можете приобрести в нашей группе ВКонтакте, ссылочку я оставлю в описании. Типа мы играем в Дёрд. Давайте прям запустим какую-нибудь каточку. Кстати, графон, конечно, здесь не топовый, вот именно графон. А так, в принципе, картинка выглядит четко. Плавно, не лагает. Так, ставим на паузу. Кстати, Xbox, по сути, греется точно так же, как я говорил ранее. И самое главное, не шумим. Итак, мы типа играем в Дёрд, потом мы захотим опять сразу же перелететь в Мартуху. Набить кому-нибудь лицо. И... Что мы видим? Пока мы не видим, что заработала эта функция. Вот, она заработала. И... Оп! И мы опять переключились в Мартуху. Очень классно. Так, мы запускаем Мартуху, чтобы надрать какую-нибудь задницу за Джонни Кейджа. Но я люблю играть за Люк Энга. Так, мы типа играем в Мартуху. Опять переключаемся в Дёрд пятый. Вообще, темный экран пока что. Ладно, подождем. И она почему-то опять запустилась у нас сначала. То есть, данная функция не сработала. Очень как-то странно, что она работает, то не работает. Может быть, она работает только в определенных, конечно, играх. Но, например, между Капхедом и Мартухой данная функция чувствует себя неплохо. Возможно, может быть, когда путем обновлений все-таки внесут больший список игр. Может быть, как-то исправят. Но пока что функция вот этого быстрого воспроизведения игр, быстрого переключения, да, она не особо впечатляет, потому что она работает как бы иногда по-разному. Иногда больше времени, иногда меньше. Вот. Вы, в принципе, это видите. Сейчас Капхед на Мартуху. Мы переключились быстро. Давайте сейчас попробуем опять обратно. И тоже быстро, наверное, переключимся. Кстати, если что, эта функция не работает в онлайн-играх. То есть, если вы, например, вышли с катки, да, хотели переключиться, то, в принципе, катка у вас закончится. Так, теперь давайте подождем, когда закачается Принц Перс, и протестим ее. Что касаемо графона, в тех играх, в которых я поиграл, знаете, разницы особо нет. Только четкости, каких-то вот дополнительных эффектов я не заметил. Да, конечно, понятное дело, нужно тестировать большее количество времени. В кампании, в мультиплеере, потому что все-таки иногда настройки бывают разные. Но пока что эффекта вау у меня не возникло. Я, в принципе, предполагал, что так будет, потому что, ну, игры одни и те же. Просто одни и те же игры. Так, пока устанавливается Принц Перс, я захотел потестить Ори. Давайте попробуем ее затестить. Кстати, у этой игры есть два режима. Насколько я помню, один режим выдает 6К, а другой 120 FPS. Ну, насколько я помню. Сейчас мы посмотрим параметры. Параметры. И вот, как вы можете заметить, есть два режима. 4К при 120 FPS и 4К при 60 кадров. Но так как у нас телек не 120 Гц, то давайте вот выберем такой режим. И начнем. Посмотрим, как загрузится. Загрузилось практически моментально. Ну, к примеру, оп. И давайте опять в Мартуху. Вот, кстати, эта фича сработала здесь практически моментально. Оп. И мы опять бьем морду с Абзиро. Вот так вот. Оп-оп-оп. Давайте захватик. Кстати, крестовина вообще непривычная. Вызывает пока дискомфорт. Но это, опять же, первое впечатление. Нужно привыкнуть. Так, опять, хоп, мы перешли в Капхед. Тоже сработала данная функция. И опа, нам мы опять здесь. И теперь мы опять захотим поиграть в Воре. Эта функция тоже опять здесь сработала. Вот в этих играх она хорошо. Оп. И мы опять в Воре. Вот так вот. Опять давайте, я не знаю. Давайте еще какую-нибудь игру запустим. Дабы посмотреть, какая игра минусанется. Так, ну давайте Battle Tots. Я понимаю, что я сейчас запускаю такие себе игры. Но я просто проверяю именно тот режим. Опа, и мы сразу в Battle Tots. Давайте вот так вот даже не ставим на паузу. Переходим, я видя, в Мартуху. И опять бьем морду с Абзиро. В общем, вот так вот работает эта функция. Честно, я до сих пор не очень понимаю ценности этой функции. Наверное, для тех, кто мечется сразу между несколькими играми. Но лично я всегда выключаю игру, загружаюсь. То, что быстрее загружается игра, это клево. Это клево, но, наверное, не такая какая-то глобальная функция, которой хочется восхищаться. Да, быстро, да, прикольно, но, наверное, это все, что я могу сказать по этому поводу. Знаете, в последнее время мне вот так вот кажется, что Xbox Series X это, по сути, та самая консоль, которая должна была выйти в восьмом поколении и придать некий Next Gen. Потому что вот эта вот консоль после Xbox 360, это был бы реально прорыв. Тогда, когда у нас все-таки на рынке появился Xbox One X, который показывает плюс-минус такую же картинку в некоторых играх, то как бы эффекта вау не вызывается. Да, опять же, я играл на фатке и перешел на Xbox Series X. Да, я должен был получить эффект вау, но я его не получил, потому что я опять же говорил, что я спускал игры на ПК, на ультра настройках, и не вижу смысла кричать и восхищаться именно от разрешения. Что касаемо 12 терафлопс, вот исходя по играм, да, я их пока не чувствую. Реально не чувствую, потому что, опять же, нету каких-то невероятных Next Gen проектов, которые бы показали нам, наверное, всю красоту и мощь. Что касаемо обратной совместимости. Как вы видите, я, по сути, имею всю ту же самую библиотеку игр, которая была на Xbox One. Она в себя включает игры от Xbox Original, Xbox 360, Xbox One, и будет включать еще и новые игры от Xbox Series, которые уже не выйдут на Xbox One. Две первые игры, которые я знаю, это Bright Memory, который сейчас продается за 8 баксов, и Medium, который выйдет, по-моему, в начале 2021 года. Если что, обратная совместимость работает как на диске, так и в цифре. То есть вы без проблем можете стоять в свой старый диск, в главную лицензию, и она у вас запустится. Так, осталось прям совсем немножко. Так, ну вот и все, Принц Персия заработала, и давайте попробуем ее запустить. Запустили мы Принц Персию. Кстати, загрузилась она прям моментально. Силы, что я дала тебе, уменьшались. Так, попробуем теперь вот эту вот функцию. К примеру, опять залетим в Мартуху и начнем бить Саб-Зиро. Да, эта функция без проблем сработает. Оп. Опять пауза, и теперь опять залетаем в Принц Персия. А вот здесь, кстати, функция не сработала. Так, а давайте попробуем запустить еще Fortnite и посмотреть, как он выглядит. Многим мне кажется, это интересно. Так, ну, по главному меню не могу сказать, что игра получила какие-то мега-отличия. Если что, эта игра оптимизирована под консоль Xbox Series S и Xbox Series X. Но, да, она стала четче по сравнению с фаткой. Но не скажу, что прям игра как-то прям кардинально поменялась. Сейчас давайте зайдем все-таки на сервер и посмотрим. Не знаю, как вы, но я пока изменений не особо вижу. Да, возможно, игра со святым как-то изменилась. Персонажи стали более, так скажем, приятнее выглядеть. Четкость картинки повысилась. Ну, я опять же сравню с фаткой. Ну и, наверное, пока все. Какой-то вот, ну, трассировку лучей я особо пока не заметил. Но, опять же, нужно найти то, что отражает. Те, кто играет очень долго в Fortnite, напишите, есть ли разница и насколько она. Потому что то, что я сейчас вижу, она, ну, разница есть, но она не такая глобальная. Как вы можете заметить, вот это, скорее всего, трассировочка лучей, те самые отражения. Да, прикольно, но какого-то вау-эффекта это, к сожалению, не дает. Давайте попробуем запустить какую-нибудь другую игру. Если что, я, когда игры скачали, запустил Avengers и Звездные войны. Давайте попробуем, как в них работает эта функция. Давайте, например, Звездные войны запустим. Если что, кстати, эта игра работает теперь по подписке EA Play. Она вошла в состав подписки Ultimate 10 ноября. И эта игра тоже, так скажем, вошла в состав подписки EA Play и еще Ultimate, тоже 10 ноября. Вот, кстати, так вот игра выглядит на Xbox Series. Ну, четко, картинка приятная. Вот, и, кстати, заметили, как она быстро загрузилась. И загрузилась именно с того момента, как я закончил в ней играть. И теперь давайте попробуем запустить Avengers. Так, ну, по первому впечатлению могу сказать, что, да, картинка стала четче. Но каких-то прям глобальных изменений я не вижу. Я давно играю в эту игру, прям с даты релиза. Если что, Xbox у меня работает, наверное, уже дня два. И ему по барабану. Вообще, он практически не греется. И самое главное, не шумит. То есть, во время записи вы, по-любому, могли бы услышать какой-то шум, но его просто нет. Это очень круто. Так, ну, да, картинка стала четче. Это факт. Но каких-то других изменений здесь нет. Но, опять же, эта игра не оптимизирована по данной консоль. Она просто запускается по обратке. Вот, но, да, играть стало приятнее. Но, опять же, кроме четкости картинки я пока каких-то изменений не замечаю. Давайте попробуем. Сейчас мы, типа, играем в Avengers. Резко переходим в Звездные войны. Да, у нас работает данная функция в этой игре. И, опа, мы опять в этой игре. Давайте сейчас попробуем переключиться в Мстителей. Сразу захотели очень сильно поиграть в Мстителей. Эта функция сработала. Кстати, как вы можете заметить, данная функция даже работает на играх, которые не оптимизированы под Xbox Series. И, в принципе, да. Все это работает. Единственное, конечно, при тесте у меня почему-то пару раз не сработала гиря. Я не знаю, почему. Как бы, да, функция работает. Но иногда все-таки бывает сбой, и она перезапускает игру. Кстати, забыл вам кое-что показать. На Xbox есть фильтр, который показывает абсолютно все игры, которые закачаны у вас, который оптимизирован под вашу консоль. Видите, вот этот XS. XS. Это значит оптимизирован. То есть, у вас будет более четкая картинка, быстрые загрузки, и, возможно, больше FPS, и, возможно, трассировка лучей. Но, опять же, все вот эти улучшения зависят от определенной игры. То есть, где-то есть трассировка, где-то нет, где-то повышенная частота кадров, где-то нет. Если же делать с этого какой-то вывод, то могу сказать так, что Xbox Series X предоставляет вам более четкую картинку, более быстрые загрузки. Так скажем, игры действительно грузятся намного быстрее, ну, по сравнению с Xbox One Fat, Xbox One S. Трассировку лучей я пока не почуял. Возможно, это нужна какая-то другая игра. Если что, в Call of Duty Cold War будет трассировка лучей. Ее, кстати, интересно посмотреть. Но трассировка там за плату. Доплатить 10 баксов, купите кроссгены издания, и тогда у вас будет улучшение под консоль Xbox Series. То есть, тут Smart Delivery не канает. Наверное, у вас вопрос, что такое Smart Delivery. А Smart Delivery это такая функция, при которой ты покупаешь одну игру, и улучшенные версии вам достаются бесплатно. По поводу функции быстрого запуска игр, она прикольная, спору нет. Но вот какого-то глобального смысла я в ней не вижу. Как бы, да, прикольно пользоваться, но, да, возможно, даже есть эффект вау, типа вау, как прикольно. Но какого-то применения и какой-то нужды в этом функции я пока не могу сказать. Что касаемо обратно совместимости, игры без проблем запускается и по дисководу, и в цифре. То есть, у вас сохраняется вся ваша библиотека игр, которая была на прошлых Xbox. На самом деле, я очень рад этой функции, потому что, покупая новую консоль, у вас нет проблемы, которая была на Xbox One. Когда Xbox One вышел, у многих стоял вопрос, блин, а в чё же играть, потому что вышло игр мало. В данный момент вы без проблем можете запустить все старые игры, все новые игры, которые выйдут после, которые сейчас и выходят, и без проблем сохранить свою библиотеку игр, что, на мой взгляд, очень круто. Плюс к тому же, некоторые игры получают улучшение, и выглядят на Xbox Series даже лучше. Сравнить изображение с Xbox One X я не могу, потому что я не имею данной консоли. Но, по словам Лёхи, который имеет эту консоль, он сказал, что Xbox Series всё равно выдаёт лучшую картинку, быстрее грузит, но какого-то эффекта он не испытал, потому что игры одни и те же. В общем, консолька классная, очень надеюсь, что в ближайшее время она нам анонсирует и покажет проекты, которых стоит ждать. Надеюсь, что эти проекты как раз-таки раскроют мощь 12 тарафлопс и покажут нам не только быстрой загрузки, но ещё какую-то вау-картинку. Ну, чтобы мы просто офигели от качества. А так, пока мне всё нравится. На этом, в принципе, всё. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите своё мнение по поводу Xbox Series. Также не забывайте подписываться на мой Инстаграм, там я отвечаю на вопросы по Xbox Series в сторисах. И большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч, ребят!